Всем привет, дорогие друзья! Наконец-то мы с вами увиделись воочию. Сегодня я хочу поговорить на разные всякие темы. Вы могли уже заметить, в принципе, что на этом канале выходит видосы про видеокарты, про ремонты. Витя опять порит какую-то херню. Видеокарты, ремонты, Витя опять какую-то херню порит. Вот сегодня третий вариант. Сегодня я буду пороть херню. На самом деле, Алды помнят, на основном канале у меня была даже такая мини-рубрика, там, правда, одно или два видео буквально было, где я рассказывал всякие байки, истории, ну, такое, знаете, жизненное. Но тогда я просто на основной канал, ну, заливал, по сути, все, что вот мне хотелось. А сейчас я понимаю, что, опять же, второй канал я не забрасываю, просто второй канал, он, так скажем, сугубо вот действительно рекламный получается. То есть там я снимаю видеоролики с целью привлечения клиентов. А вот второй канал, он как раз-таки, наоборот, направлен немножечко на другую аудиторию, в том числе и на ремонтников, и, в принципе, тоже на клиентов. Но здесь все-таки я стараюсь делиться именно какими-то своими, знаете, эмоциями, переживаниями, ситуациями, событиями. То есть, ну, такой, знаете, как Дом-2 упрощенный. Я просто, если вижу, что что-то интересное, я включаю камеру на телефоне и начинаю писать. Соответственно, и контент выходит, как мне кажется, и многие, как оказалось, тоже солидарны со мной, достаточно таким живым. То есть, ну, действительно такие лайф-видео, да, когда без приукрас, без подготовки, без там какого-то заготовленного текста. Ты просто достаешься и начинаешь снимать. Соответственно, такие видосы, они смотрятся изначально чуть легче. И, ну, как мне кажется, информация доходит как-то в той форме, в которой я, по крайней мере, стараюсь ее рассказывать. То есть, без каких-то там недосказанностей, как это бывает на основном канале, что я начинаю что-то говорить. А потом люди там, ну, я что-то из себя понял, что нужно вырезать, да, там какой-то фрагмент. А потом без этого фрагмента вся целостность нарушается, и люди начинают меня спрашивать, как ты это сделал? Как, как? Ты даже не показал, как ты сделал? Ну вот, поэтому долгая прелюдия. И периодически я замечаю следующую ситуацию, когда я поднимаю вопрос о здоровье, так или иначе, потому что, ну, если уж на то пошло, у нас с вами интересы, как у таких живых биологических существ. Вкусно поесть, там, хорошо поспать, много денег заработать, ну, там, всяких удовольствий получить. И в том числе, как бы, про здоровье мы тоже не забываем, да, потому что деньги без здоровья – это ничто, но и здоровье без денег в нашем бренном мире часто тоже, ну, как бы, такая себе тема. Так, далеко не уедешь, хотя счастливым, наверное, ты будешь в большей степени, ежели у тебя, наоборот, есть деньги, но нет здоровья, нихрена. Хотя, опять же, примеры в истории, я думаю, бывали всякие разные. Вспомнить, там, забыл, как его зовут, ну-ка, давайте напишите этого банкира-миллионера, который недавно Рокфеллер, нет, Ротшильд, по-моему, или кто там, или Рокфеллер, блин. Ну, короче, кто-то из них, у кого там шесть сердец, что ли, было. Да, ну, это такие совсем редкие комбинации, ну, да ладно. Так вот, когда я начинаю говорить, в принципе, про здоровье, люди начинают мне, как правило, в телегу, в ВК, в личку писать, что, типа, вот, видите, там, у меня такая же фигня, там, попробуй то-то, то-то, начинают советовать, соответственно, вещи, которые им помогли в жизни. Но я уже давно пришел к тому, что вот проблемы неврологического характера, они, к сожалению, лечатся банально и просто, как правило, отдыхом. То есть вы должны создавать себе периоды, там, работы, периоды отдыха, причем нельзя делать, что, типа, год поработал, неделю отдохнул, это так не работает. Я уже тоже приводил в примеры и на стримах я рассказывал. И вот сегодня я решил опять в очередной раз такой коротенький, ну, чтобы стрим люди там не смотрели, да, потому что там хрен чего вообще разберешь, а тут включил и сразу понял. Рассказать всю историю, вот, как я к чему пришел в плане проблем с кукушкой, к сожалению, к этому должна быть, как минимум, я уже для себя открыл некая предрасположенность, некоторые проблемы до момента появления первых симптомов. Вот, это все нужно отслеживать. Возможно, мой опыт, он как-то перейдет к более молодому поколению и, возможно, кто-то себя все-таки прислушается и обезопасит хоть на вот чуть-чуть. Поехали. В принципе, как я уже ходил, и с психиатрами общался, и к неврологам кучу просто, и на всякие там физиотерапии и прочую бельберду, это все помогает, но очень-очень косвенно. То есть, для того, чтобы вам помогла какая-то процедура, вы должны на нее ходить реально год. Вот год регулярно, и тогда вы будете действительно ощущать, что она помогает. Многие, когда там у них, ну, не знаю, там, проблемы со здоровьем начинаются, они там раз-два куда-то походили и забивают болт. Ну, тут как бы только некая такая систематичность должна быть, и тогда вы увидите результат, как и во всем, в принципе. Вот. У меня все началось, как я уже связывал, как я общался с психиатрами в том числе. На самом деле, все, все эти проблемы именно с нервами, неврологией и прочее, они часто очень берут как раз-таки на свое начало к тебе, правильно, с детства. И многие, наверное, самая лучшая байка от вот психиатров, психологов, я их постоянно путаю, на самом деле, это мое невежество в этом смысле. Но я думаю, что вы поняли в том, что начинается, ну, у вас, наверное, были проблемы с родителями, и ты такой, да у кого же их не было-то, вы мне покажите этого самого счастливого человека. Хотя у меня примеры как раз-таки знакомых друзей тоже есть, прошу прощения, у которых, наоборот, вот в детстве было просто О! О! Просто родители тебя там не прессуют, ничего, учись как хочешь, бухай, кури, нюхай клей, тебе никто ничего не скажет. Конечно, при таком раскладе, ну, достаточно немало моих знакомых уже сидит, вот, но те, кто был более такой, так скажем, развит, умственно хотя бы немножко, да, он все-таки, его не вот этими цепями не свыматывали всяких ограничений, там, что, ну, условно, опять же, я беру с себя пример в первую очередь, да, что там, там, двойки-тройки получил, все, тебе хана, там, и прочее. Ну, короче, про детство я, наверное, не буду рассказывать, потому что это мало кому интересно, и это будет выглядеть как нытье и исповедь перед аудиторией, зачем это нужно. Сам факт, что у нас у всех с вами, у кого есть такие проблемы, как правило, все это идет, вот, опять же, там, с детства и прочее, то есть у вас уже с детского возраста такая некая предрасположенность, что ли, вырабатывается на то, что у вас могут быть проблемы с нервами. То есть любые стрессы, переживания, это все приводит к тому, что, ну, в какой-то момент это просто, знаете, как щелчок, хоп, то есть вчера с вами было все хорошо, час назад было все хорошо, а в какой-то момент херак, все, у вас там панические атаки, вы лезете на стену, у вас там сердцебиение под 150, у вас головокружение, у вас тошнит, мутит, вы ничего не понимаете, у вас полная дезориентация, там, короче, ну, полный вот этот вот набор. Когда что-то одно проявляется, поверьте мне, это легко. Когда вот этот весь букет просто вот так в одночасье влазит, вы просто, ну, вы не понимаете, скорую звоните, у меня инфаркт, инсульт, рак жопы или еще что-то, и на этом как бы все, вы просто начинаете ехать головой. У меня в любой ситуации такой есть некий спусковой крючок, у каждого он свой, и в данном случае у меня как получилось. Вот я жил-нетужил где-то до 20... сколько мне было лет? У меня сейчас 28, до 23 где-то получается, 23-24 года. Жил, все было нормально, то есть у меня были какие-то, знаете, ну, там, переутомления, там, ну, всякая фигня, но так как я ходил достаточно долго в тренажерный зал, я был, ну, действительно в форме, в хорошей причем, соответственно, ну, как бы ты не ощущаешь, что для слона дробина, да, там, что-то недосып и прочее. То есть у нас было в норме вещей, пошел там в качалочку, хорошенечко пожал, там, все, прозанимался нормально, проходочку сделал, пошел в килфиш, 15 шотов B-52, суши сет с друганом, все, пошли там потом, ну, вы понимаете, куда, зачем, вот. И в результате на утро ты идешь в универ еще после всего этого, как бы, ну, вполне себе нормальная тема, почему бы и нет. И вообще это никак не отражалось, но сейчас, конечно, если я там лягу позже 11 часов, то на следующий день я просто в ауте, опять-таки, мистер Александр тому подтверждение, ну, в плане того, что он не то, что мой воображаемый, да, друг, а то, что я, ну, иногда в середине дня могу встать, говорю, все, Сань, давай, сиди, типа, делай, пошел я в ауте, все, у меня голова никакая. Так вот, где-то в 23-24 года я как-то перестал особо заниматься, то есть это вот моя первая, наверное, была ошибка, я подзабил болт, потому что не было времени, там, всякие разборки с квартирой, переезды и прочее, ну, короче, много всякой ерунды навалилось, и где-то года два, ну, я все, я реально растратил всю свою форму, стал там просто додиком каким-то, поехали мы отдыхать в Грецию, на остров Крит, блин, вот такой остров, посоветую как-нибудь, когда коронавирус отступит, туда сгонять, приехали мы туда, блин, вообще шикарно, вот, реально шикарно, мега дешево получилось, отдохнули просто, о, и в последний день, ну, там, в предпоследний, меня что-то надоумило предложить будущей моей супруге Гале, я говорю, о, Галь, смотри, в метрах в 20-30 от берега, по-моему, я эту историю уже тысячу раз рассказывал, но у меня с памятью иногда такой бывают проблемы, стоял камень, гребаный камень, я видел, как там мужик на нем стоял, я такой думаю, хм, какая интересная будет тема туда доплыть, встать на этот камень и просто постоять побалдеть, ну, по-моему, охрененно, с берега это выглядело вот так вот просто на изи, в результате я, как бы, совратил Галю на это, говорю, типа, давай, она, как бы, отличный пловец, она плаванием, там, полужизнь занималась, то есть у нее вообще каких-то проблем, там, с водой нету, она с ней на ты, в результате мы поплыли, ну, реально, там, метров 20 буквально, ну, не больше, ну, может быть, ладно, чуть побольше, там, 30, может, каких-то, доплываем, в тот день были большие волны, то есть у меня постоянно накрывалось головой, точнее, как волны были на меня сначала, да, и я видел, когда она приближается, просто голову поднимаешь и все, проплываю, я все это дело доплываем, мы таким образом до камня, я понимаю, что у меня забился нахрен трицепс, у меня это всегда было больным местом, то есть я не знаю, почему, у меня люто забиваются всегда руки, то есть ноги не забиваются, там, дыхалка не срывается, ничего, там, предплечье, все нормально, трицепс постоянно, когда вот я особенно грибу, у меня он заливается, там, буквально, очень быстро, так скажем, на памятнике, вот, и просто руки становятся свинцовыми, ну, не знаю, особенность, такая проблема, там, с сосудами или еще с чем-то плевать, ну, как бы, сам факт, что такая хрень есть. Доплываем, я понимаю, что все, я уже, как бы, выдохся, руки просто не работают, я такой, пытаюсь на этот камень встать, нащупываю ногами, и меня волной сносит обратно. И так вот раза три-четыре меня с головой окунуло, у меня дыхалка сбилась, все, у меня уже какая-то, ну, такая паника, я такой, типа, чего за херня происходит, я Гале там говорю, все, давай, типа, назад, типа, в пизду этот камень гребаный, а то сейчас подним здесь и лягу, разворачиваемся, плывем, меня еще несколько раз накрывать с головой, и у кого-то, вот, допустим, у меня есть такая фишка, когда у меня вода попадает в глаза, мне обязательно хочется их взять рукой, так вот, типа, протереть, вот, постоянно такая фигня, я что в душе мою, что где, то есть, если мне что-то в глаза попадает, все, у меня прям рефлекторно, пока я не протру, я ничего не могу сделать. Я, соответственно, вот, меня накрыл, и раз, я там на одной руке кое-как гребу, там, пытаюсь все глаза протереть, опять накрывать, все, и, там, пару раз вздохнул вместе с водой, там, сразу проглотил, все, полный пиздец начинается, и тут я понимаю, что все, я просто тупо иду ко дну, то есть, ну, я реально в какой-то момент уже смирился, я думаю, ну, все, походу, ну, как бы крякнулся в последний день отпуска, о! В результате, там, благодаря, опять-таки, Гале, так скажем, да, так как она хорошая пловчиха, она там орет, там, держись, ну, из-за меня, там, все дела, я, там, кое-как за нее, короче, ну, реально, чуть не утонул в лягушатнике, банально, то есть, там, ну, там глубина, ну, метра три, наверное, была. В результате, я кое-как плыву-плыву, и здесь был первый фактор, который, знаете, такой интересный экспириенс. Опять же, у меня такое ощущение, что я эту историю рассказывал уже миллиард раз разным людям, и каждый раз я такой думаю, блин, сейчас выложу, а кажется, что я ее уже рассказывал, там, на основном канале где-то или еще что-то, но, по-моему, нет. Вот, в результате плывем, и тут просто резкая смена кадра, вот, это, знаете, это надо испытать. Вот, я никогда в такие вещи не верил, но вот, когда я с этим столкнулся, я такой думаю, хера себе. Резкая смена кадра, то есть, ты, вот, представьте, у тебя уже там реально какая-то огонь, и ты охуеваешь от происходящего, у тебя горит просто глотка, потому что ты соленой воды напился, голова звенит, у тебя руки никакие, все, дыхалка сбита, у тебя паника, реально все, ну, полный пиздец происходит, и тут просто хоп, я сижу у себя дома, все нормально, как бы, я сижу в колду играю, короче, там, типа, была миссия какая-то, по-моему, в первой колде вообще, или там, ну, олды вспомнят, где ты на какой-то лодке плывешь, или типа того, там, типа, тьма какая-то, там, ну, короче, вот, и я такой понимаю, что, да, я думаю, все нормально, как бы, что за херня произошла, и вот я не знаю, как это описать, серьезно, пацаны, это такая хрень, которую надо вот, кто когда-нибудь с подобным сталкивался, тот, наверное, меня поймет, в большинстве случаев это звучит как полнейший бред, я с этим полностью согласен, и я прям ощущаю себе, я сижу, я как бы, ну, типа, вообще, со мной все окей, и тут резко обратно тебя все это выкидывает, и на самом деле ты опять в полном пиздеце, ты такой, бля, что происходит, что за херня, и вот эта вот доля, там, секунды буквально, она по продолжительности была чуть не целая жизнь, то есть вот я не знаю, как это описать, то есть такое чувство, что реально прошел год, я не знаю, вот это вот, нет, и там, доли секунды, вот, но каким-то образом, я так понимаю, мозг начал тоже охуевать, понимать, что что-то происходит ни разу не то, и что-то, видимо, какая-то обманка сработала. Короче, кое-как мы доплыли до, там, условно промежуточного еще одного камня, я помню просто, я весь бесил, мне просто хуевать дико, я просто, помню, рукой касаясь этого камня, понимаю, бля, я не сдох, я не сдох, просто, я беру там его, просто на него заползаю, весь исцарапался, весь в кровище, короче, там, пиздец, ну, мне уже было похеру, потому что, ну, типа, блин, просто ты уже бесил, все звенит, я понимаю, что у меня именно звон в ушах стоит такой, что я даже не слышу, что мне там Галя говорит, соответственно, ну, потому что соленой воды, ты нахлебался, стресс, там, вся херня, я такой, бля, я минут, наверное, 20 сидел на этом сраном камне, у которого, там, ну, 5 метров до берега, я не мог просто-напросто пройти, то есть все у тебя, все трясется, сил нету, ты весь выжатый, просто полный пиздец, ну, вот, ну, кое-как, короче, все, вроде нормально, выжил, спасся, проспался, все вроде бы пришло в норму, там, все нормально, прилетел в Москву, и вроде бы как все, все, то есть вот такая вот долгая история, вроде бы как все закончилось, а проходит, получается, мы были в июле, в ноябре, ноябрь месяц, я сижу по своему обыкновению, кушаю шоколадку-милку, играю в Ведьмака, ну, вы могли заметить, что у меня очень хорошая память в этом отношении, то есть, ну, в каких-то вещах у меня она вообще нулевая, в каких-то, я вот помню, там, большинство фрагментов каких-то таких вот ярких, особенно, и тут в какой-то момент я сижу играю, я до этого момента вообще не знал, что такое паническая атака, то есть для меня это вообще было незнакомо, я где-то что-то слышал, но всегда думал, что это около бредовая какая-то хрень для каких-то там слабаков, шизиков и все в этом духе, и тут я понимаю, что что-то у меня как-то сердце начинает ускоряться, 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 мне воздуха не хватает, у меня какая-то, ну, слабость в руках, тремор какой-то, я не понимаю, что происходит, я думаю, бля-бля, все, инфаркт, наверное, еще что-то, все пиздец там, Говорю, Галя, вызывай скорую, что-то мне херово Мне реально всего мутит, то есть Ты весь подкашиваешься, у тебя Нехватка реально воздуха, ком в горле Короче, куча вот этого Какого-то неврологического дерьма, я подхожу к зеркалу Я весь серый просто, там Галя меряет Давление, ну у меня там упало просто Каких-то, я не знаю, там чуть не на 90 На что-то там, то есть я понимаю, что Что-то вообще ни разу ненормальная хрень Ложусь на кровать Там, все, ждем там скорую, скорая приезжает Там замеры Все делают и прочее, говорит, да блядь, все с вами Нормально, иди нахуй, типа чувак, ты Кукухи просто сдвинулся Иди там глицинчик поешь, да, который Плацебо, и проспись Я такой, блин, ну может быть Хотя перед этим я очень активно Как раз таки работал, и в том числе Как я уже в предыдущем ролике говорил Работал, ну там до 4 утра Это нормально для меня было, то есть полный Постоянный недосып, и я всегда думал, что это все нормально На самом деле это нихера ненормально Это бесследно нихуя не проходит, ребят Опять же, это для молодежи, так скажем Чувствую себя уже в 28 реально стариком Так что делайте выбор, ребят Собственно, все это произошло Первый раз Я вроде на следующее утро проспался Все нормально себя чувствую Все, никаких проблем нету Там пошел опять работать Две недели Две недели со мной все окей Никаких проблем То есть четкий ум Все там, четкая память Координация Все, я отлично себя чувствую Проходит две недели Один в один Просто вот как под копирку херня Я такой думаю, да не может быть Ну второй раз, ну что за херня там Но в этот раз все оказалось куда херовее Я не знаю, что произошло Опять-таки сейчас доводы, факты, ребят Не предполагайте Но когда со мной произошел второй вот этот вот приступ Назовем ее тогда, паническая атака На где-то полгода я впал в овощеподобное состояние То есть голова вообще не варит У меня она дико мутная Я иногда даже не понимаю, что мне говорят Я сам не могу нормальные мысли выразить То есть просто ты вот в таком, знаете Как будто бы тебе частоту ядра с 5 ГГц Понизили до 800 МГц И ты просто не понимаешь, что происходит Ты дико тормозишь, дико тупишь Вот сознание как будто бы в клетке находится И ты как будто бы вот наблюдатель со стороны Ты вообще не осознаешь в себе, что ты существуешь и прочее То есть я не знаю, это трудно передать эту херню Но реально полгода Я пошел сделал всякие анализы Хуялизы, платно разумеется Там всякие МРТ, башки, шеи Там внутренних органов Там КТ даже делал какое-то Мне там какой-то врач сказал Ну там сосуды и всю хуйню Все здоров Нет патологии, нет отклонений Все нормально, все тип-топ должно быть Чувак, с тобой все нормально Но у тебя просто кукуха поехала Я уже просто не знаю, что делать Ну как бы, ну серьезно Я был максимально работоспособен Я полгода херней занимался Просто целый день лежал телек смотрел Потому что ну ты ничего не понимаешь Вы уже там реально начинаются мысли Что типа пойти в окно выйти Потому что тебе кажется это все сном Ты это не в заправду Ты в какой-то вот реально полукоматозном состоянии И очень постепенно это все реально вот полгода Было прям жестко так То есть изо дня в день я просыпался Ну с мыслью о том, что походу я реально сплю То есть вообще непонятно Ты не ощущаешь Тебе что-то говорят Ты не реагируешь на это То есть у тебя полная какая-то апатия Такая автономность максимальная И только спустя полгода По чуть-чуть начало это отходить Вот прям по чуть-чуть Опять же говорю Я за эти полгода обошел врачей Ребята, вы за всю жизнь столько не обходили Серьезно вам говорю То есть я был у всех Абсолютно у всех При этом у меня на это все время Началась проблема со зрением А именно левый глаз Он как будто бы знаете В сторону куда-то смотрел То есть ты не мог скоординировать свое зрение И это еще один такой неприятный фактор Собственно это вот все вот так вот вылилось В результате я нашел более-менее адекватного специалиста Которого я, к сожалению, уже не знаю где он сейчас Контакты потеряны Он мне как раз таки и выдал такую теорию Опять-таки очередное обследование Там МРТ с контрастом и прочее Говорит, блядь, все у вас нормально Все, никаких проблем Там ни инсультов, ни инфарктов, ничего То есть все тип-топ, все нормально У вас проблемы с кукушкой И он говорит, что скорее всего Так как это произошло после вот этого вот всего Знаменательного события с плаванием У вас был очень-очень жесткий, сильный стресс Которого вы никогда не испытывали в жизни И это явилось вот этим самым спусковым крючком Который и привел вас к этому То есть ну условно организм настолько пересрался Что ему надо было вот выплеснуть вот это вот все Весь этот стресс во что-то И он выплеснул вот в подобную картину Что вы в овощ превратились на полгода Соответственно я очень долго восстанавливался И сейчас мы пришли к тому Что это до сих пор все откликается То есть это хрень, которая все Мне уже тоже там врач сказал Чувак, забей это на всю жизнь как бы все Ты можешь только минимизировать какие-то вот последствия Но избавиться от этого ты не сможешь Опять же в идеале Ну на Майорку езжай Вот там становись олигархом Покупай домик И вот каждый день там не знаю Ходи, гуляй там, бегай еще что-то Активный образ жизни Не нервничай, не переживай, не работай Ничего Вот тогда ты будешь себя чувствовать заебись Я такой Отлично, есть куда стремиться Вот, поэтому сейчас как раз таки я и нацелен на что-то подобное В результате Какой здесь итог? Ну итог в первую очередь такой Что, ребят, ну не создавайте опасных ситуаций в своей жизни Это раз Во-вторых Не создавайте ситуации При которых вот подобная история Может в принципе проявиться То есть следите за своим телом Если вы будете хуй класть на свое здоровье И на свой организм Думая, что оно вам что-то должно То в какой-то момент оно все равно возьмет свое То есть вы можете работать Вот действительно в кредит, да, условно Перед своим телом Но в какой-то момент оно все равно Вы от этого не денетесь То есть оно вам скажет Что, дружище, ты там всю жизнь условно курил Ну на тебе там проблема с этим Ты там всю жизнь Работал 2-4 на 7 Ну, братишка, ну давай У тебя сейчас будут такие проблемы Переживал ты сильно постоянно Нервы, эмоции и прочее Эмоциональная работа Ну, как бы, будут проблемы у тебя вот с этим Поэтому тут, как говорится, решать вам Но сам факт, что я пришел к одному решению Это реально отдых Причем отдых не недельный А надо реально вот заплыв делать на месяц Где-то в отдыхе, как минимум Из которых я сейчас прихожу к тому Что я полгода работаю в среднем И у меня начинается вся эта херня Я месяц отдыхаю, из которых 2 недели Я реально мучаюсь То есть для меня прям, ну, меня крыть начинает люто Врагу не пожелаешь И каждый раз одно и то же А следующие 2 недели, да, из оставшихся 4 А ты как раз-таки уже начинаешь отдыхать То есть все, тебя отпускает Все нормально, релакс и прочее Никакие колеса, никакие таблетки Никакая херня Ни к чему это не приводит Поверьте мне Всякие там афобазолы Там отвары, настойки и прочее Это все плацебо, которое может как-то купировать Снять на там день условно какие-то симптомы Но оно не исправит причину А именно переутомление в первую очередь То есть все об этом сегодня Поэтому вот как-то так, ребят Решать вам А на этом все До скорых встреч Продолжение следует...